Жил-был один почтенный и знатный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой и высокомерной женщине, какой свет еще не видывал. У нее были две дочери, очень похожие на свою матушку и лицом, и умом, и характером. У мужа тоже была дочка, добрая, приветливая, милая, вся в покойную мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. И вот новая хозяйка вошла в дом. Тут-то и показала она свой нрав. Все было ей не по вкусу, но больше всего не взлюбила она свою падчерицу. Девушка была так хороша, что мачехины дочки рядом с ней оказались еще хуже. Бедную падчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу в доме. Она чистила котлы и кастрюли, мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышень своих сестриц. Спала она на чердаке под самой крышей на колючей соломенной подстилке. А у обеих сестриц были комнаты с паркетными полами цветного дерева, с кроватями, разобранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с головы до ног. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже отцу. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за неблагодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с золой. Поэтому сестры, а за ними и все в доме, прозвали ее Золушкой. А все-таки Золушка в своем старом платьице, перепачканном золою, была в сто раз милее, чем ее сестрицы, разодетая в бархат и шелк. Ах, как много работы задает мне мачеха! Вот и сейчас мне нужно начистить чайник до блеска, а вокруг еще столько всего. Вы мне поможете, ребята? Это метла, и ей обычно собирают мусор с пола. Давайте подметем здесь. Хорошо, но это еще не все. Давайте убираться дальше. Из тарелок мы едим, и их надо мыть после каждого приема пищи. Помогите помыть их. Отлично! Осталось последнее задание от мачехи. Это котел. В нем мы готовим еду. Из-за огня на нем накапливается копоть. Давайте почистим его. Молодцы! Вы мне здорово помогли. Теперь все чисто. За это время и я дочистила чайник. Золушка, чего ты там спряталась? Бездельничаешь снова? Подойди, у меня есть для тебя работа. Золушка, нас пригласили на бал. Ты должна помочь нам собраться. О, сестрам снова нужна помощь. Пойду узнаю, что случилось. И вот как-то раз сын короля той страны устроил большой бал и созвал на него всех знатных людей с женами и дочерьми. Золушкины сестры тоже получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работы и заботы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платье, крахмалить их юбки, воротники и оборки. В доме только и разговору было, что о нарядах. Я, говорила старшая, надену красное бархатное платье и драгоценный убор, привезенный из-за моря. А я, говорила младшая, надену самое скромное платье, но зато у меня будет накидка, расшитая золотыми цветами и бриллиантовый пояс, какого нет ни у одной знатной дамы. Сестры то и дело подзывали Золушку и спрашивали у нее, какой выбрать гребень, ленту или пряжку. Они знали, что Золушка лучше понимает, что красиво и что некрасиво. А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал, спрашивали сестры, пока она причесывала их перед зеркалом. Ах, что вы, сестрицы, вы смеетесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье и в этих башмаках? Что правда, то правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал. Другая на месте Золушки причесала бы сестриц как можно хуже. Но Золушка была добра. Она причесала их как можно лучше. За два дня до бала сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь потуже затянуть свои талии и сделаться потоньше и постройнее. Золушка, на балу нам нужно выглядеть неотразимо. Да, мы должны привлечь внимание принца. Подбери нам самые лучшие костюмы. Хорошо, сестры. Ребята, у них столько одежды, что придется долго подбирать. Давайте вместе. Чур я первая. Мое платье будет с золотыми цветами. Вот такое. Вот этот наряд самое то. В нем можно идти на бал. А теперь подбираем платье мне. Хочу наряд из красного бархата. Вот такое. Наконец нашли то, что я хотела. Восхитительно. Спасибо, ребята, что помогли подобрать наряды. С моими сестрами всегда так сложно. А тебе самой хотелось бы поехать на бал, Золушка? Что вы, меня же туда не пустят в таких вещах. Это точно. Даже к порогу не подпустят. И вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго смотрела им вслед, а когда их карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. Ее крестная, которая как раз в это время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» Спросила она. «Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли?» Она была фея-волшебница и слышала не только то, что говорят, но и то, что думают. «Правда», — сказала Золушка, всхлипывая. «Что ж, будь только умницей», — сказала фея. «А я уж позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. «Сбегай-ка на огород да принеси мне оттуда большую тыкву». Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. А фея, не говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось сразу несколько живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из статных коней в серебряной сбруи. Не хватало только кучера. Заметив, что фея призадумалась, Золушка робко спросила. А что, если посмотреть, не попалась ли в крысоловку крыса? Может быть, она годится в кучера? «Твоя правда», — сказала волшебница. «Пойди посмотри». Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали три большие крысы. Фея выбрала одну из них, самую крупную и усатую, дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. «А теперь», — сказала фея, — «ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь ящериц. Принеси-ка их сюда». Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым голуном. Все они проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю свою жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами. «Ну вот», — сказала фея, — «теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, ехать во дворец. Ну что, довольна ты?» «Очень», — сказала Золушка. «Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, испачканном золой платье?» Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиным платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной девушке. Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на минутку», — сказала она, «твоя карета снова сделается тыквой, лошади мышами, лакеи ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старенькое золотанное платьице». «Не беспокойтесь! Я не опоздаю!» — ответила Золушка и, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Ты, наверное, тоже хочешь поехать на бал? Конечно, хочу! Но как же я поеду? У меня ведь ничего нет. Сейчас устроим. Принеси ко мне самую большую тыкву с огорода и поищи там ящериц. Интересно, зачем фее понадобились тыква и ящерицы? Давайте найдем их и узнаем! Молодцы, ребята! Мы сделаем из них карету и лакея. Фея, ты настоящая волшебница! А кто же повезет карету? А ты найди мне мышей и одну большую крысу. Я тебе покажу. Ребята, давайте поищем в погребе. Там наверняка водятся мыши. Отлично! Все найдено! Мы и мышей нашли фея. Из них мы сделаем коней, а из крысы кучера. Теперь ты готова ехать на бал? Да, я уже чувствую себя принцессой. Но у меня нет платья. И это не проблема. Будет у тебя самое шикарное платье. Такого красивого наряда я никогда не видела. У меня есть еще один подарок для тебя. Загляни в карету. Надень эти хрустальные туфельки и езжай на бал. Видишь, уже пора. Но помни, ты должна вернуться домой до полуночи. Ровно в полночь карета снова превратится в тыкву, а платье в оборванный сарафан. Я не опоздаю! Спасибо, фея! Принц, которому доложили, что на бал приехала прекрасная, но никому неизвестная принцесса, сам выбежал встречать ее. Он подал ей руку, помог выйти из кареты и повел в зал, где уже находились король с королевой и придворные. Все сразу стихло. Скрипки замолкли, и музыканты, и гости невольно загляделись на незнакомую красавицу, которая приехала на бал позже всех. «Ах, как она хороша!» — говорили шепотом кавалер-кавалеру и дама-даме. Даже король, который был очень стар и больше дремал, чем смотрел по сторонам, и тот открыл глаза, поглядел на золушку и сказал королеве в полголоса, что давно уже не видел такой обворожительной особы. Придворные дамы были заняты только тем, что рассматривали ее платье и головной убор, чтобы завтра же заказать себе что-нибудь похожее, если только им удастся найти таких же искусных мастеров и такую же прекрасную ткань. Принц усадил свою гостью на самое почетное место, а чуть только заиграла музыка, подошел к ней и пригласил на танец. Она танцевала так легко и грациозно, что все залюбовались ею еще больше, чем прежде. После танцев разносили угощение, но принц ничего не мог есть, он не сводил глаз со своей дамы. А золушка в это время разыскала своих сестер, подсела к ним и, сказав каждой несколько приятных слов, угостила их апельсинами и лимонами, которые поднес ей сам принц. Это им очень польстило. Они и не ожидали такого внимания со стороны незнакомой принцессы. Принц не отходил от золушки ни на минуту. Он был так приветлив, говорил такие приятные вещи, что она забыла обо всем на свете, даже о том, что ей надо уехать вовремя. Испохватилась только тогда, когда часы стали бить полночь. Она поднялась с места и убежала быстрее Лани. Принц бросился за ней, но ее и след простыл. Только на ступеньке лестницы лежала маленькая хрустальная туфелька. Принц бережно поднял ее и приказал расспросить привратников. Не видел ли кто-нибудь из них, куда уехала прекрасная принцесса? Но никто никакой принцессы не видал. Правда, привратники заметили, что мимо них пробежала какая-то бедно одетая девушка, но она скорее была похожа на нищенку, чем на принцессу. Неужели уже полночь? Как же быстро пролетело время! Похоже, я все-таки не успела. Моя карета превратилась в тыкву. Как же я могла забыть про слова феи? Мне нужно скорее уходить отсюда, чтобы принц не увидел меня. Мне нужно идти по пустой дороге, чтобы меня... Я не могу туда пойти. Там стражник. Он следит за порядком. И, конечно же, он заметит меня. Ай! Нам туда нельзя. Там стоит стражник. Он заметит нас. Я не могу туда пойти. Там стражник. Он следит за порядком. И, конечно же, он заметит меня. Мне нужны ключи, чтобы открыть дверцу. Спасибо, ребята, что помогли мне. Ах, как прекрасна была эта принцесса. Но куда она так быстро скрылась? И как мне теперь ее найти? Смотрите! Она обронила туфельку. Надеюсь, по ней я смогу найти свою принцессу. Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакеев. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего ее великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька. Точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Едва только Золушка переступила порог и надела свой старый передник и деревянные башмаки, как в дверь постучали. Это вернулись с бала мачеха и сестры. «Долго же вы, сестрицы, гостили во дворце!» Сказала Золушка, зевая и потягиваясь, словно только что проснулась. «Ну, если бы ты была с нами на балу, ты бы тоже не стала торопиться домой!» Сказала одна из сестер. Там была одна принцесса, такая красавица, что и во сне лучше не увидишь. Мы ей, должно быть, очень понравились. Она подсела к нам и даже угостила апельсинами и лимонами. «А как ее зовут?» Спросила Золушка. «Ну, этого никто не знает!» Сказала старшая сестрица, а младшая прибавила. «Принц, кажется, готов отдать полу жизни, чтобы только узнать, кто она такая!» Золушка улыбнулась. Потом сестры стали рассказывать про то, что принцесса исчезла, так же внезапно, как и появилась. «Чуть только часы пробили двенадцать, как она внезапно встала и убежала!» Сказала младшая сестрица. «Она так торопилась, что даже потеряла свой хрустальный башмачок!» Сказала старшая сестрица. «А принц поднял его и до конца бала не выпускал из рук!» Добавила младшая. «Должно быть, он по уши влюблен в эту красавицу, которая теряет на балах башмаки!» Добавила мачеха. И это была правда. Через несколько дней принц приказал объявить во всеуслышание под звуки труп и фанфар, что девушка, которой придется впору хрустальная туфелька, станет его женой. Разумеется, сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец, очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев. Золушка, которая с первого взгляда узнала свою туфельку, улыбаясь, смотрела на эти напрасные попытки. «А ведь она, кажется, будет впору мне!» Сказала Золушка. Сестрицы так и залились злым смехом. Но придворный кавалер внимательно посмотрел на Золушку и, заметив, что она очень красива, сказал. «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня!» Он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку. Ну, сестры замерли от удивления, но еще больше удивились они, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку и надела, не говоря ни слова. В эту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и оно стало еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу. Пожалуйте, сударыни, померьте хрустальную туфельку. Я пойду первой, ты все равно не залезешь в эту туфельку. Нет, я первая, потому что я старшая. Ребята, помогите их рассудить. Сами они никогда не договорятся. Ребята, помогите их рассудить. Эй, ты что? Тоже захотелось туфельку померить. Это к нам пришли, а ты иди на кухню. Там много дел. Кто ж такие маленькие туфельки носит? Я ее даже на носки не натяну. Похоже, вам она не подходит, сударыня. Эй, ты что? Тоже захотелось туфельку? Ой, мой как в пятки-то жмет! Ай, больно как! А можно мне примерить? Мне кажется, она должна мне подойти. Ты что, совсем с ума сошла? Тебе только башмаки деревянные носить. Мне было приказано примерить туфельку всем девушкам королевства. Поэтому я должен примерить ее и вам. Батюшки, это она, оказывается, была тогда во дворце. Вам подошла туфелька. Я должен пригласить вас во дворец навстречу к принцу. Во дворец нельзя ехать в оборванном платье. Вот себе, Золушка, красивое платье, в котором можно будет поехать к принцу. Спасибо, фея! Ты для меня так много сделала! Наконец, я могу ехать к принцу! Тут только обе сестрицы поняли, кто была та красавица, которую они видели во дворце. Они кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение. Золушка простила сестер от всего сердца. Ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу.